О том, как пришлось восстанавливаться после перенесенной коронавирусной инфекции, Татьяна Мануковская помнит даже спустя два года. В 2020-м она перенесла ковид в тяжелой форме. Решила, что после выздоровления сразу же сделает прививку для будущего сохранения собственного здоровья, безопасности близких и окружающих. Как я проболела тяжело. Прям я рада была, что и вакцины появились. И сразу пошла, потом сделала. Сегодня в прививочный пункт, который открылся в районе площади Кирова, на базе одного из торговых центров Татьяна Ивановна пришла на ревакцинацию. Сделать прививку повторно или впервые здесь может каждый житель области или города. Перед процедурой медики проводят необходимый осмотр, измеряют пульс, уровень кислорода в крови, опрашивают пациентов на наличие или отсутствие хронических заболеваний. Мы еще расширили наши обследования. Каждому пациенту мы определяем функцию внешнего дыхания, определяем еще кровь на сахар. Тут же выдаем человеку эти все результаты. Пациенты очень довольны. Жители региона и города проявляют сознательность, отмечают медики. И несмотря на то, что волна пандемии пошла на спад, число желающих сделать прививку и пройти ревакцинацию не сократилось. В основном благодаря вакцинации, я хочу сказать, потому что все-таки люди уже, в большей степени людей у нас провакцинированы, то есть иммунная прослойка достаточно хорошая, поэтому люди продолжают приходить, потому что у нас идет ревакцинация через полгода после первой. То есть те, кто делал, допустим, полгода назад, они приходят заново. С наступлением теплой погоды в Самарской области возобновят свою работу мобильные прививочные комплексы. Пока же, кроме поликлиник, вакцинироваться можно в общественных местах. Прививочный пункт в районе площади Кирова на базе одного из торговых центров начиная с 20 марта работает ежедневно. В день процедуры здесь проходит до 25 человек. Ольга Павлова, События.